Как я люблю, когда солнце. Сижу я такая, значит, в перерыве, пью водичку. Вспоминаю, что я же видео снимаю, я то видео смонтировала и успокоилась. Привет! Короче, у меня последняя девочка осталась. Я дорабатываю, и всё. Потом жду мужа, он уехал в другой город. Потом мы ужинаем, берём что-то поесть с собой в дорогу детям, забираем детей и выезжаем в Питер. Я уже могу это сказать. Да, мы едем в Питер. Питер, жди нас, встречай хорошей погодой, отличным настроением. Мы поедем туда. Мне кажется, я вам не говорила, но я нашла там пару мест, куда мы можем сходить. В одно место я уже купила на субботу билеты, ещё что-то дети там насмотрели. Поэтому мы будем в дороге всё это обсуждать и решать, куда мы пойдём. Дима забронировала уже там, где мы будем жить. Короче, всё вроде как хорошо. Мы сначала хотели, кстати, в Москву поехать, но в последний момент передумали и решили в Питер. Потому что в Питере в этом году, мне кажется, мы ещё ни разу не были. Март у нас, да, наверное, ни разу. Ну, если не считать зимних каникул, что мы там проезжали мимо. Вот. Так что, Питер, встречай. Люблю Питер. Что ещё? Я сегодня еле опять выехала из дома. Я, кстати, вам вчера не сказала. У меня машина моя на сервисе. Мне меняли лобовое стекло. У меня пошла трещина во все стороны. И по каскам мне его меняют. Сегодня должны были отдать. Она готова. Но мне сегодня некогда её забирать. Поэтому я её оставила до понедельника. Говорю, всё, заберу понедельник. Мы вернёмся как раз уже домой. И поэтому я вчера ездила, собственно, на такси целый день. Мне казалось, что я это где-то рассказала. Но монтировала сегодня видео и поняла, что не рассказала. Вот. И сегодня я собираюсь выезжать из дома на Диминой машине. И у нас вырубают свет. А у меня машинка стирает, сушка сушает, посуда не мытая. Полька только-только собиралась её мыть. И вырубают свет. И я не могу открыть ворота. Вы же помните, что у нас электрические ворота. И я не могу найти ключ для того, чтобы открыть ворота. На тот случай, если нет электричества. Короче, стресс сплошной. Так волосы выпадают. И, в общем-то, что? Приехал сосед. На мою радость. Прям вот вовремя. Он не мог попасть вовнутрь, потому что у него тоже не было ключа от этих ворот с собой. А я не могла выйти. В общем-то, я у него через ворота взяла ключи от дома. Нашла этот ключ от ворот. Открыла ворота. Он заехал, а я выехала. Вот так вот всё получилось. Обожаю жить за городом. Но вот бывают вот такие вот ситуации. Погода, как вы поняли, прекрасная. Настроение прекрасное. На самом деле, у меня сегодня с утра какой-то мандраж. Как будто я что-то забыла. Или как будто я что-то не успеваю. Или это просто накопительное уже. Потому что просто нагоня трясучка какая-то. Вот такое бывает, что вот вы сидите, и у вас вот что-то вот прям колотит как будто изнутри, как будто вот что-то не так. У меня сегодня ещё такой сон дурацкий снился целую ночь. Я так крепко спала, казалось, но под утро прям начался сон. Яркий, красочный. Я его до сих пор помню, кстати. Обычно их забываешь сразу. А тут я его прям помню, потому что он прям такой, как будто я кино какое-то посмотрела. Вот. Дети довольны, что мы сегодня поедем. Болька, кстати, начала снимать, по-моему, тоже сегодня неделю влогов. Поэтому, если вы её смотрите, переходите тоже на её канал. Она сказала, что будем с собой компьютер брать. Ну и всё. Мужчина, пойду я отработаю. И мы с вами увидимся чуть-чуть позже. Всё. Муж приехал. Он за рулём. Я на правом сиденье. А сейчас поедем за детьми. Опять там выключили свет. Целый день пытается досушиться бельё. В общем, это не очень успешно. Я надеюсь, она успеет до нашего отъезда высушиться, высохнуть. И всё. И мы будем выезжать. Всё, бегом-бегом. У меня же голова всё у меня под кругом. И сейчас пробочки самые в центре. Ого-го. Так, у нас есть шанс в 7 часов выйти дома. Там усаживаются ребятишки. Вроде ничего не забыли. Вроде бы всё успели. И вроде бы мы сейчас даже выезжаем. Ну что? Три, два, один. Поехали! Дайте я жду. А я жду фото. Нет, это видео. А можно я скажу? Конечно. Поехали! Довольные дети. Закат окончен тёплый зимний вечер. Остановился на краю земли. Мы поехали. Хорошие нам дорожки. Мы к вам поехали на час. С песнями, с плясками. Всё, как омыче. Вот тебе давай поедем. Я жду. Тебе какое-то напоминание. Смотрите, какая луна, ребята. Полнолуние. Вот он как-то стоит на одном месте. А сейчас чувствую, что он прямо вот сюда подкнулся. Это Полечка рассказывает, что у него зубы шевелятся от дуги. Ваше здоровье. А мы себе. Папа нам всем купил жвачку из нашего детства. Вот так. Где-то крово. И мы все открыли, нюхаем. Папа, есть такая жвачка, только это электрошот. Вот жвачка. Короче, вы так берёшь хилок в наше подъезд, то увидите 52 человека. Потому что в бок снимаю не только я, но и мама. И жвачка. Та-та-та-та-та. И тут мы поприбли. 12 часов ночи. У нас тут куча карт. Не знаю, зачем вот эта. И Питер, привет! Нам осталось до местного назначения 11 минуточек. Мы будем жить прямо на Невском проспекте. Ну, в смысле, что не на проспекте, а на доме, стоящем на Невском проспекте. Я полдороги рулила. Дети наполовину спят, наполовину уже нет. Ну и все. Я думаю, что мы сегодня заселимся и с вами уже увидимся завтра, когда будет светло. Мы выспаемся, в хорошем настроении и все будем вам показывать. Каникулы. Как будто у нас каникулы. Такие радуемся. Больше, чем дети. Я думала, что я свое видео на сегодня закончу, но нет. Мы пришли поесть. Ну, как поесть. Мы решили, что спать на голодожелудок плохо, поэтому мы пришли попить горяченького чая. Здесь, кстати, такой огромный выбор чаев. Мы заказали сейчас. Покажу, какой. Какой-то согревающий. Вот такой. Мы заказали. А здесь прям такие интересные очень чаи. Смотрите, масала. Это лопача ревель. Хочется спать, но мы голодные пришли кушать. В общем-то, кайфуем. Сейчас поедим и пойдем спокойненько спать. Вещи отнесли? Видите, как вы видите бодрячком, несмотря на то, что время... Я чувствую, что я сейчас стояла, но даже часы не включают. У меня разрядились, наверное. Короче, время почти сейчас ночью. Смотрите-ка. Блин, встретились два блогера. Смотрите, какая красота. Это космический корабль с мозгами. И Саша болтнул. Сто слов в секунду. Ну что, подразнить вас напоследок? Саня наяривает супец. Очень вкусный чай. Пицца. А у меня рыбка. Приятного нам вечера. Ребята, я сейчас буду снимать скрытой камерой. Тут очередь в бар. Какой-то потайной. Прям за нашим окном. Доброе утро, Питер! Сегодня не такое синее небо, как хотелось бы. Но, наверное, зато на улице тепло. А вообще, я уже час играюсь с феном, потому что я помылась. А фен здесь постоянно вырубается. Он перегревается. И поэтому голову я то посушу, то накрашусь. То посушу, то погуляю. То посушу, то видео для вас сниму. В общем, мы сейчас собираемся и выезжаем в город. Короче, не досушу. Я голову иду сушутик Полине. Тук-тук. Это мамочка стучится к вам. Hello. Доброе утро. Зубки надо чистить обязательно. О, дети здесь у нас спали на двух кроватках. Поль, ты шкупок повесил. Я пришла к тебе голову сушить. Прошу. У меня фен вырубается. Каждые 30 секунд. И я голову сушу уже час. Привет, Питер. Ой, как я жёлтый. Мы вот вышли из Питерской и зашли на парах. Мы здесь с Димой были 100 тысяч лет назад. Мы здесь с Димой очень много лет назад. Есть фотка, которая стояла на Ютубе. Очень долго времени на заставке. Муж мне сказал, что у меня платье в комарах. А вы здесь кого видите? Вот комар. А, платье в комарах. Вот глаза у него. Нос и два крыла. Это растение такое. Сам-то в комара. Что такое за комары? Да нет, то эти веточки всякие. Я говорю, это лепестки. Вот уже второе поколение людей ходит в ресторан. Абокас. Я маме задавал скажу. Абокас. Ну что, растает? Оно растает очень вкусно. Три света. Лаптерна подала на молоке, капучино. И чай с ромашкой. Чай с малиной берём. Барит красиво. Ромашка. Снаём. Амокадо. Сашур, как вареники? Помидор. Вкусные, да? Томаты. И что-то ещё. Ну, красиво же. Давайте за каникулы. Ура! Саша ест. Приятного аппетита. Что-то, мне кажется, может английский-то поучить? Пока едет, да? Вообще. Главное понимать, для чего. Живот тренировать там в Брест. Короче, можно, много занятий можно. Вот больше всё. Разные стили архитектуры. Сейчас мы с самого утра уроки от папы. Жизненный лод. Серенький. Это какой-то... Уроки архитектуры. Тебе машины. Можно найти во всяких разных эмблемах и обозначениях на зданиях. Какому стилю принадлежит здание. Рококо. Ренессанс. О, мы приезжаем в 20-ую площадь. А может, мероприятие какое-чем? Родительный премьер. Что-то какой-то митинг что-то сегодня. Не знаю, может, как праздник. Ах, люблю Питер. Тут только потеплее. 4 градуса на улице. Что-то мне вар оставила, интересно. Делаем ставки. Конечно. Конечно, нет. Вон лёд. О, пара же такая. Хвалит лёд, а есть. Тоже с буквой Z смотреть. Короче, не зря я билеты через сайт купила. Мы приехали в зоологический музей. Самые первые экспонаты. Вон с камеры. Лошадь. Вы посмотрите на это чудовище. Это кит был. Его собрали прям по частям. Просто вообще фантастика, конечно. Это жабры, наверное, да. Да, да, да. Они, наверное, так вот раскрываются. Вообще кошелас. Вот это селёдка. А саш там... О, какая прелесть. Фууу. Ну что это такое? Короче, очень большая выставка. Здесь и насекомые, и кораллы. Смотрите, какие красивые. Белоснежные. И вот здесь прям белоснежные. Дима хочет себе на работу аквариум. Я говорю, давай какой-нибудь коральчик себе приберём к рукам. Дима, брат, сегодня день рождения. Надо по фейстайму было звонить и всем вместе поздравить. А давай. Полиночка с нашим другом. Короче, здесь можно ходить, ходить и ходить. Очень большая территория. Прямо, посмотрите, мы сколько половину не прошли ещё. Не соскучишься. У меня любовь после Вьетнама к звёздам. Смотрите, какие они разные есть. Вообще прям разные-разные. Так интересно смотрят, сегодня вот ракушки мы сейчас прошли. Там целые были два зала ракушек. Для нас они все одинаковые. А для учёных они все разные. У этой две завитушки, у этого разок, у этого колючечка. У всех разные названия. Короче, музей бесконечный. Мы уже дошли до бивни мамонта. Дошли до вот таких вот... Как здесь? Скелетов опять. Короче, крутой музей вообще. На целый день может сюда зависнуть. Здесь прям выводит стать скелет таймырского мамонта. Они похожи на насекомых каких-то. Больше слона. Что это? Мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Чтобы вы понимали, вот Полина размер. Тут медведи прям. Очень крутой музей, да, Саша? Все есть такие? Я экспонат илю. Это экспонат тоже? Вон там зубры, леопарды, волки и всё в инсталляциях красивых. Музей определенно хорошо на вас сказывается. Смотрите, одних видов попугая сколько. Это вообще просто. И они все разные. Прям у каждого стоит табличка, и они все-все-все разные. Хотя кажется, ну, вроде все зеленые. Ну, вроде какой красивый. Амазонский, красноклёв, золотоклёв, зеленоклёв. Просто вообще. Зеленоклёв. Это знаешь, как гномов завод унестили из колец. Золотокрыл, зеленоклёв, краснопёр. И вонючка. Точно плеч. Мне кажется, до сюда уже немногие доходят до второго этажа, потому что на втором, ой, на этом этаже просто огромная экспозиция. Все, у меня ноги прям устали. Я еще на каблуках. Смотрите, как круто сверху видно. Подводим итоги посещения музея. Музей понравился, но, ребята, не повторяйте наших ошибок. Не надевайте мои, не надевайте каблуки. Я поняла, что Питер только кроссовки, только мегаудобная обувь. Потому что, во-первых, здесь все ходят пешком. А во-вторых, сам музей тоже оказался просто гигантских размеров. И там можно провести... Три часа. Да, три часа просто. Это вот по минимуму. Потому что последние стенды мы уже просто мимо практически проходили, устали. И, кстати, с утра мы приехали. Это круто, потому что было мало народу. И еще один момент. Покупайте билеты через сайт. Потому что очередь, сейчас мы вышли, она еще больше, чем утром была, когда мы приехали. А посетить музей надо обязательно. Очень круто. Посетить музей надо обязательно. Посетить музей надо обязательно. Я четко говорю. Вот, потому что реально все, что есть в нашем мире, насекомые, птицы, губки, не знаю, там все просто. Вот оно в одном месте. Конечно. Можно сказать, от мухи до мамонта. До слона, да. Кстати, если вы не знали, чем отличается слон от мамонта? Так, Саша, вам сейчас расскажут, да, Саша? Чем отличается слон от мамонта? Мамонта бивня. Огромные бивни. А еще что? Он пуфистый. Пуфистый. А еще что? Я помню его. Мамонт. Хороший хвост и маленькие уши. Да, и маленький хобот. Это мамонт. А у слона огромные уши, длинный хобот и длинный хвост. Не знаю, зачем информация. Имейте это в виду. Если на улице встретите, слона у него будет, волосатая спина, маленькие уши, красоты. Это не слон. Мы сейчас едем обратно в номера, потому что я хочу переодеться. Погодка, кстати, шикарная. Не холодно, не жарко. Нет дождя, снега. Питер прекрасен. Какой же это кайф. Кроссовки. Вот они, обувь. Питерская обувь. Все готовы? Я тоже. Идем дальше. Догадайтесь, в виде кухни по, как называется, по интерьеру. Короче, по затахам. Мы сейчас будем есть борщ, пампушки и сало. Много сала. Я сырный. Только что в машине меня целовал, опять язык показывает. Потому что мама сама начала. Так, я буду сало. А, вот оно даже нарисовано. Сало, хер, масло. А, ну там огурчики. Ага, класс. Я хочу какой-нибудь горячее что-нибудь. Прям. Вон есть себе варенье. Саша. Какое-нибудь мясо, мясо. Хочется мясо. Сало. Сало. Моя любовь в последнее время. Взяли с Алини. Полечку подвору. Я полочку. Вкусно. Любите сало. Битва титанов. Один, один. А нет. А ты к тебе чего не врываешься? Давай, давай, давай. Саша, ты за кого болеешь? Раз, два, три. Я болею за папу. За папу? За папу сгибаешь вот так. Только за палец вырвать будем. Мы объелися. Едем в торговый центр. Поверните направо. Хорошо. Повернем. Я объелась. Дим, ты объелся? Очень. Дим, даже заказался еще второй. Третий компот. Это распродажа денежки. Третий компот. Короче, мы едем в торговый центр, потому что Саня хочет поиграть в VR. Идеально. Не знаю, что это, но очень интересно. Уважаемые петерчане, скажите, что не так с этим зданием? Смотрите, нормальное здание было. Шло, 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 шло. Вот тут окна, все как положено, красиво. А ну кондиционерчик. Вот это что? Это сделали со старшим строительных материалов? Развергайтесь, что за тема. Польского высыпания. Что это? Вообще вредятель какая-то. Дизайнеры питерские. Успех. 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 Вы ищете что-то конкретное? Или так? Я знаю, во что. Ты столько игр здесь? Я с такой не играть, потому что у меня голова кружится. Когда тут надевается, там шлем. Сразу голова такая. И прыщик во лбу горит. Коленки показываем. Что вы там делаете? Мы оставили детей играть. Насколько зима, Аня? Фокса. Фокса. А смотрите, куда идем мы. Вы поняли, да? Мы идем в караоке. А здесь что-то один стул только. Сегодня в нашей студии выступают два зрительных артистов. Поехали. Это ты поешь? Я от тебя. Нинашак. Ты мой ковер. Я не знаю, что это за песня. Ты мой бог. Ты мой друг. Ты мой враг. Это какие-то песни, да? Ты мой свет. Мы выбрали эту песню. Мы подумаем сходить в кино. Но я смотрю, что 17.33. Ближайший сеанс. Получается соло 17.40. В кино смотреть нечего. Мы опять чувствуем реальность. Пацаны здесь бегают вообще безбойзно. Без проводные шлемы. К чему залу бегают. И Саня. Нашего Саня нельзя в свободное плавание отпускать. Когда очень устала, хочется массаж. Время было восьмое. Наши уставшие ножки идут в номера. Вот она я. Все. Сегодня будем отдыхать. Продолжение следует.